Рабочий визит. Город посетил зампремьер-министра. Строитель идет за тем, кто предлагает комплексное решение. Какие предприятия в списке? Без права на оправдание стали известны подробности жестокого убийства. Орудием преступления стал молоток. У кого оказался криминальный характер? Время выбирать. В Бобруске прошла ярмарка для учащихся школ. Мне порекомендовал папа пойти на слесаря. Кто смог найти профессию по душе? А также рост экспорта, стимул для производителей и поликлиника в школе. На медкабинеты в учреждениях образования могут наложить новые функции. Что изменится для учащихся и их родителей? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Вчаренко. В преддверии 8 марта Александр Лукашенко принял участие в масштабном форуме, главные действующие лица которого – женщины. В столицу съехались представительницы прекрасного пола разных профессий и возрастов. Актив Белорусского Союза женщин объединила общая нить – любовь к родине, ее ценностям и желание жить в мирной, спокойной стране и с уверенностью смотреть в будущее. Встреча получилась очень символичной, а разговор – серьезным. Отношение к женщине в нашем обществе особое. Этому есть объяснение. Оно из нашей истории. Белорусская женщина наравне с мужчинами разделила тяготы военного периода. Спасала раненых на поле боя, трудилась в тылу, оказывала помощь партизанскому движению, подпольном движении участвовала. Ей выпала нелегкая доля восстановления страны в послевоенные годы. Потеряв на фронте мужей, отцов, сыновей, наши бабушки и матери нашли в себе силы возродить страну заново. И надо иметь в виду, что на этом куске, клочке земли, где расположена наша Беларусь, вообще мужиков не осталось. Все были уничтожены. Или на фронте, или в партизанах, или в подполье. И вот эта земля, политая кровью и потом, прежде всего, наших, ваших предшественниц, женщин. Когда вновь встал вопрос, сохраняя государство, вы внешне такие нежные, хрупкие, ранимые, оказались тверже металла. И в этом были примером для мужиков. Мы просто не имели права быть слабее, не могли предать вас, благодаря чему вы стояли и вместе победили. Глава государства поздравил прекрасных дам с наступающим праздником и вручил 15 ее представительницам госнаграды за самоотверженный труд и неоценимый вклад в укрепление семейных ценностей. Судебные эксперты раскрыли подробности громкого дела в Славгороде. 3 января посреди улицы в Агрогородке было обнаружено тело 37-летнего местного жителя. После вскрытия теория о перехлаждении не подтвердилась. Следователи провели осмотр квартиры бывшей сожительницы умершего и восстановили события трагичного вечера. Страшный грех совершил сын 45-летней женщины, который питал ярую ненависть к другу матери. Не обошлось без алкоголя. Спиртное категорически противопоказано хозяйке дома, однако товарищ вынуждал ее выпить. Это и вызвало агрессию. Государственным медицинским судебным экспертам на теле умершего мужчины обнаружена открытая, непроникающая черепно-мозговая травма, которая стала причиной смерти. Согласно выводам эксперта, травма образовалась прижизненно, от не менее семи травматических воздействий тупым, твердым предметом. В ходе расследования установлено, что орудием преступления стал молоток. На рукояти эксперты-биологи обнаружили смешение биологического материала потерпевшего и сына его экс-сожительницы. 28-летний фигурант признал свою вину. К слову, ранее молодой человек уже был судим. Освобождение от налогов, единый банк данных и комплимент для любимых. Белпочта к 8 марта бесплатно отправит открытки. Куда обратиться? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Белорусский экспорт в Китай вырос на 20%. В списке товарных позиций более 330 наименований. К традиционным и востребованным удобрениям, лесоматериалам, молочке и субпродуктам добавились консервы, сухое пюре, корма для животных и подъемные машины. На сегодня это 165 отечественных производителей. В ближайшей перспективе планируется расширение допуска на рынок КНР, продукции из говядины и птицы, детского питания, а также круп, хлопьев и меда. Промышленность Белоруссии стабильно идет в рост. Показатели по итогам прошлого года и первого месяца этого плюс почти 5,5%. Дополнительный стимул для производителей – республиканский конкурс. Победители определят в более чем 20 номинациях. Пока больше всего заявок и самые весомые проекты у представителей машиностроения, пищевой, легкой, химической отраслях. Критерии отбора определены, исходя из потребностей страны. Среди основных задач – импортозамещение. В стране установлены льготы по НДС при ввозе оборудования, которое не имеет аналогов в стране. Документ направлен на стимулирование усовершенствования существующих и создание новых производств. Кроме того, указ распространяется на комплектующие, запчасти. Обязательное условие – предоставление заключения об отсутствии в Белоруссии производства аналогов. В стране школьные медкабинеты станут подключать к инфосистеме Единого банка данных. Начинание опробуют на примере педиатрической службы Гродно. Это позволит избежать дублирования и исключить лишние походы в поликлинику. Получить медицинские документы для занятий ребенка в спортивных секциях и кружках, участие в соревнованиях и оформлении в детские оздоровительные лагеря можно будет непосредственно у медработника учреждения образования, не посещая поликлинику. Нововведение должно упростить работу врачей. Подарить весенний комплимент самым дорогим и близким. В преддверии Международного женского дня Белпочта предлагает всем желающим принять участие в праздничной акции. В некоторых отделениях можно будет подписать открытки и отправить их адресатам по всей Беларуси бесплатно. Расходы по доставке на себя возьмет оператор. Агромаш Фондок. Город с рабочим визитом посетил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак. В программе знакомство с производственными участками и выпускаемой продукции. Юлия Вернер продолжит. Свой рабочий визит заместитель премьер-министра начал с Бобруйска-Громаша. Анатолий Сивак ознакомился с производством и линейкой выпускаемой техники. Также вице-премьеру продемонстрировали новые модели и изделия, которые пользуются наибольшим спросом. Показали и в действии. Измельчитель древесины переработал бревно в технологическую щепу воочию. После заместитель премьер-министра оставил запись в книге почетных гостей и пожелал предприятию быть первыми и всегда выпускать востребованную продукцию. На Гранаше обсуждали вопрос обновления оборудования, новая продукция, которая планируется к выпуску. Я впервые был на этом предприятии. Предприятие достаточно большую линейку сельхозтехники выпускает. Но сегодня смотрят и на коммунальное хозяйство. Внесли там предложение на дорожное хозяйство. Те позиции, которые мы до настоящего времени и покупали. Далее делегация отправилась в фирменный магазин «Фандока». Здесь представили широкий ассортимент продукции бобруйского предприятия, а также провели небольшую экскурсию по стендам с изделиями концерна «Беллесбумпром». Обсуждение коснулось взаимодействия белорусских производителей со строительными организациями. Главный критерий – комплексный подход. Мы говорили о ламинате, да? И строительные организации легче купить все в комплексе. И ламинат, и подложку, и плинтус. Нам говорят, а мы только продаем ламинат. Строитель идет за тем, кто предлагает комплексное решение. Вот этого комплексного решения здесь как бы не предлагалось до настоящего времени. Но мы наметили пути, как эту проблему преодолеть. Следующая локация – Бобруйский горисполком. На заседании обсудили актуальные вопросы, инвестиции, успехи в различных сферах деятельности, грядущие планы. Вице-премьер внимательно выслушал спикеров и акцентировал, на что сделать упор. Например, на логистику. Большинством бобруйских предприятий в 2023 году приняты необходимые меры, позволившие обеспечить стабильную работу реального сектора, в том числе с опережением по ряду направлений среднеобластных параметров. Выше среднеобластных сложились показатели по индексу промышленного производства, рентабельности продаж, сокращению дельного веса убыточных организаций, розничному товарообороту и по ряду других. Бобруйск неспроста входит в программу ускоренного развития. Глядя на то, как город ежедневно становится лучше, повышается качество жизни населения и развивается инфраструктура, можно сказать, с уверенностью – все усилия не напрасны. Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Профессия мечты. Выпускники школ Бобруйска посетили ярмарку целевой подготовки. На встречу во Дворце искусств были приглашены выпускники девятых классов, которые ориентированы на поступление в среднеспециальные учреждения образования. Шесть колледжей города представили элементы профессии. Технологический показал две интерактивные площадки с мастер-классами от швей портных парикмахеров. Эта ярмарка позволит будущим выпускникам, абитуриентам определиться с выбором профессии, с предприятием, то есть на котором они будут осуществлять свою трудовую деятельность. Предприятия, которые являются заказчиками кадров, более наглядно демонстрируют свою продукцию, свое производство. Представлена в полном спектре продукция собственного производства, которую изготавливают мастера и учащиеся нашего учреждения. И в этом году мы открыли подготовку по новой специальности учителя технического труда и черчения. Впервые мы будем набирать одну группу летом этого года. И уже есть возможность также заключения целевого договора по этой специальности с школами Бобруйска. Я посмотрела, да, он такие много здесь и выставок, мне показали там плюсы, и мне очень сильно понравилось. Мне кажется, что когда я закончу 11 класс, я буду рассматривать один из этих колледжей, чтобы туда поступить. Я нашла себе колледж, ну, размышляя над ним. Думаю пойти на воспитателя. Мне нравится Белшина, потому что там работают мои родители. Мне порекомендовал папа пойти на слесаря. На ярмарке более 600 школьников смогли изучить особенности каждой специальности, выбрать свое будущее, определить перспективы. В 2024 учебное заведение представит большое количество новых направлений. Весенний сюрприз. В Бобруйском госполкоме в службе «Одно окно» появился детский уголок. Ясно от Белтелеком преподнесла подарок маленьким бобручанам – место отдыха для малышей. Теперь, пока родители заняты оформлением документов, ребятне есть чем заняться в их расположении карандаши, раскраски и журналы. Ежедневно службу «Одно окно» посещает в среднем около 100 человек. Осуществляет здесь порядка 200 процедур. Очень многие семьи приходят вместе с детьми при постановке на учет, когда необходимо оформлять субсидию, также другие административные процедуры. Так как у нас уже новый статус, многодетные семьи, и решили улучшить жилищные условия. Я обратила внимание, что есть здесь такой вот уголочек детский, где можно оставить деток. Таких, конечно, еще нет, но есть старшие детки, которые приехали со мной вместе сейчас. И их можно оставить, они там могут порисовать, поразукрашивать. Еще одно увлекательное новшество – магнитно-маркерная доска – подарок от Белтелеком. К слову, недавно детский уголок появился и в администрации Первомайского района. Сразу после нас, Бобруйск Лайв, моя коллега Мария Бересневич узнает, за что любит шамана руководитель театра песни Шинанай, выяснит, в каком возрасте раскрылся талант Виталия Гордея и расскажет, кому выгодно отсутствие дачи у Аллы Ефименко. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok